Доброе утро, друзья! Давайте сегодня мы с вами вспомним различные дворовые игры, которые, я уверен, каждый из вас хоть раз играл. Сегодня у нас в гостях Екатерина Финагина, куратор социального проекта «Возрождение дворовой игры Мастер Двора». Доброе утро! У нас традиционный вопрос, как вы вообще относитесь к раннему пробуждению и есть ли у вас какой-то такой способ, который позволяет вам проснуться и быть бодрой? Да, я мама двоих детей, поэтому... Они тебя проснут. Да, мое пробуждение проходит очень быстро. Как это, да? Сверху кто-то садится и добро. Да, да, да. Классика. Так, расскажите, что такое Мастер Двора? Да. И кто вас короновал? Это прям такое звание ведь? Был кандидат Мастера Двора сначала, сейчас Мастер. Ну да. Мастер Двора – это тот человек, который умеет проводить дворовые игры, который не боится этого делать. Это тот человек, который не безразличен к тому, как растут дети. Который считает, что дети должны играть, бегать, шуметь, а не сидеть вот так вот за телефонами, планшетами и компьютерами. Ваши дети так и делают? Бегают, шумят? Конечно. А знаете, есть такой педагог, Шава Александрович Моносшвили, и у него прямо есть понятие «жреамулий». Дети, они не шумят, они жреамулят. Жреамулят? Это что? Да, вчера, да не я, расскажи, перестали жреамулить. Жреамулить, значит, жреамулит – это слово, обозначающее веселый щебет птиц и детей. Слушайте, красивое слово. Да, «жреамуллий». Мы даже фестиваль «жреамуллий» проводим весной. Щебет детей? Да, вы что? Да. А что нужно сделать, чтобы участвовать в вашем фестивале? «Жреамуллий» как будто сорт вина какой-то. Ну да. Что нужно сделать? Нам заявку просто подать. «Жреамуллий», «Перим». Все, мы единственный фестиваль педагогический. Так, мастер двора, вы, значит, человек есть, который учит играм. Да. А сами-то вы как научились этим играм? Да как? Ну как, как. Я жила в селе Большая Соснова. Так, знаменитый селон. И двора как такового у нас вообще не было. У нас была огромная улица. И всей улице вы играли? Да, у нас было 20 детей, там, в разбросах 15 лет. Но мы играли, я даже больше скажу. То есть прям какой-то Монте-Сори в разбросах. И я была уже на втором курсе педуниверситета, приезжала домой, и мы с друзьями играли в московские прятки. Вот, выходные еще. На втором курсе университета? То есть мне было примерно лет... 19 лет? 19-20, но мы играли Туки-Луки-Я. А в московские прятки... Интересненько. Так, ладно, хорошо. Так, а какие игры входят в программу Мастера Двора? Вообще разные. Ну, давайте, самые топовые какие? Самые топовые, то, что играли все мы с вами в детстве. Резиночки, классики, банки-палки. Ну, в лапту, может, не все играли. Казаки-разбойники, всевозможные прятки. Вот, московские прятки, 12 палочек. Записок. Да, 12 записок. Городки. Городки, конечно же. Чиж. Чиж. А слепой кот? Слепой крот. Да. У меня кот был слепой. Да, 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 тоже есть такие. Китайский кот. Ну, лапта, на самом деле, я вот нынче летом поиграла в лапту. Это совершенно сложная игра-то. Я думала, что там как-то все менее... Думала, наподобие английского гольфа там что-то. А там приходится прямо, не знаю, спасать эту свою команду. Ну, одна, получается, команда прям бегает-бегает, а вторая стоит и пытается... Как это называется? Засалить. Засалить, да? Засалить. Вот такое словечко. Вот та, это же там прабабушка бейсбола, и наши предки, один из наших царей вообще тренировал свое войско при помощи лапты. Просто с палкой ходил и бился. Нет, там же перебежки. Пуле 10 на 15, это же перебежать на 15 метров туда-сюда успеть бегать. Ну, да. А скажите, вышибалы есть еще? Круговые, обычные, с картинками, военные. Вот, как это все... Сочетается в индустриализации нашего города. Где вы играете? В дворах. В каких дворах? К сожалению, не все дворы приспособлены для игры, но есть те, в которых есть место для игры. То есть сейчас в основном там стоят автомобили, потому что парковка расширяет. Да, но есть неравнодушные. Мы, получается, написали грант, подали его на конкурс президентских грантов и выиграли. И в грант вошло 8 дворов. То есть мы провели в этом августе обучение мастеров двора из 8 дворов. То есть 8 двора города Перми уже... Что-то как-то роговарка. 8 дворов. А дворов на мастеров дворов? Классно. Дворировали, дворировали. И выдворировали. О, хорошо, наш человек. Ну вот, как-то так. И теперь, получается, в этих 8 дворов 2 двора на Крахалях, 1 двор на Горцах, ЖК Вишневый один двор, 1 двор на Заводской и 1 двор в районе Стаханки. На Крахалях вы не ездили, поэтому 5 лет на Крахалях там ездили. Ездили. Там огромный, там прямо 2 двора, рядышком находящиеся. Девчонки объединились, они на самом деле праздники проводили и без нас. У них прямо так группа и называется в ВКонтакте, Крахаленок. Они тесно дружат с ТОСом, то есть они уже такие заряженные. Они к нам приходят и говорят, девочки и мальчики, вот мы и так уже все проводим, но нам бы вот чуть-чуть бы знаний подкачаться. А мы, получается, обучали психологическим знаниям, особенностям. То есть нужно же, вот ты когда выходишь к детям, нужно же понимать, какой возраст перед тобой, на каком языке с ними нужно разговаривать, какие особенности группы, как управлять вот этим вообще дворовым торнадо. Нужно же много чего знать. У меня вот один вопрос такой. Как мы раньше играли в мастеров двора? А с вами играли взрослые? Нет. С нами тоже. Так вот, в этом и... Как они вас пускают к себе? Ну, вот лично я всю жизнь играла, и мне страшно хотелось, чтобы мама с папой вышли поиграть. Да, и среди наших ребят, соседей, был один папа-физрук, и он приходил к нам играть. И когда выходил он, я даже сейчас говорю, у меня мурашки идут, это было что-то, поэтому... Но вы же проигрывали физруку, скорее всего, да? Нет, он был очень гуманный педагог, он был ирмянин, они где-то самонашвили с одной стороны, вот, и поэтому очень хочется, чтобы вот... Ну, смотрите, получается, проводят некие игры, можно ли, во-первых, детям с соседних дворов приходить играть? Да, да. Об этом можно где-то узнавать, да? Да, прямо в ВКонтакте группа есть «Мастер двора», и есть ссылки на все дворы, и там прямо можно узнать, где идут игры, какие игры идут. Помимо игр вообще «Мастер двора» организует праздники, потому что «Мастер двора» — это не только дворовые игры. Дворовые игры — это то, что там два-три раза в неделю выходят и играют. Причем вот вы спрашивали, как вообще дети реагируют на то, как с ними играют взрослые. Первое время дети странились. Они вообще косились. Взрослые, вы вообще нормальные, нет? Вы почему играете? Вы не должны играть. Вы должны сказать «Так, домой быстро!» Ты убрал за собой, ты посуду взимал, марш домой. Интуитивно же «Домой!» Это же нет ничего хуже, чем ты слышишь, что к тебе мама искала. Ну вот, а теперь, получается, они так приглядываются, ну, интересно, и присоединяются. Сначала на видео снимали. А мне интересно, а вот как это было? Там стенка на стенку, двор на двор, а ребята из других дворов спокойно принимают? Ну вот, то есть какая-то база, а пришли ребята из других дворов? За счет того, что сильно слаженной команды двора не было. То есть был просто набор детей, которые очень часто даже не знакомы друг с другом. Вот. Сейчас же дети не знают, это раньше было. В контакте знакомые. В контакте знакомые. Ну да, у них больше знакомых сейчас в контакте, чем во дворе. Или в какой-нибудь интернет-игре, и они даже не знают, что играют с соседом. Хорошо, если с соседом. Ну вот как-то так. И поэтому нет, конфронтации нет вообще. А взрослые-то тоже могут приходить играть? Вот такой вопрос. Из-за этого двора, который никак не относится. То есть вышел, вышибал и поиграл? Конечно, да. А по каким правилам играют, например, вышибалы? У них же очень много правил. Там свечка, что там, ручеек еще помню. Что еще есть? Ну если это вышибалы с картинками, то там есть мультики, общая фотография, бомба, дым. Ой, я вспомнил, последний. Кастрюльки. Зонтики. Нам сейчас надо уйти на рекламу. Да, давайте уйдем. А потом мы еще поговорим. Продолжаем мы разговаривать с, не знаю, с уже международным мастером двора, может быть, или как эта градация идет. Расскажите нам, как набирают вот непосредственно этих кураторов. Ты сам должен прийти или надо какой-то отбор, прости, пройти кастинг. Да, или самому вот эти вот игры, я не знаю, вот от такого пройти. Может, надо придумать игру вообще. Или надо выиграть вышибалы детей всех во дворе, чтобы прийти, сказать, да, я мастер игры, все, здравствуйте. Критерий отбора очень простой. Главное, чтобы в сердце было желание изменять немножко мир. И написать нам, хочу в проект мастер двора, все, больше ничего не нужно. Так, написать, я так понимаю, в группу, да, можно здесь? Вот, 66 участников почему-то. Так что вступайте в группу. Почему, да, вступайте. Добавляйтесь. Так, ну, наверняка часто бывают травмы. Это все-таки дворовой вид спорта. Кто-то может упасть, кто-то... Да, это же, подеж, коленка, подорожник. Как сейчас с этим справляетесь? Ну, травмы без них никуда. Асфальт, классики, резиночки. Поэтому все же площадки в асфальте практически. Поэтому, если вдруг травма, все наши мастера двора, они в ходе обучения проходили курс первой медицинской помощи. И аптечка всегда с собой. Это золотое правило. Часто пригождается? Ну, очень редко. А что, вы им выдаете наколенники? Да нет, ребята, когда начинают играть, они просто... Ну, у них же механизм самосохранения все равно работает. Ну, да, кстати, у детей он выше. Да, поэтому максимум, что бывает, подпинаются. Серьезно, выше? Ну, да. То есть они должны в таком возрасте, как твой сын, нападаться, а потом уже понимать, что он всегда находит каждый. У меня все шрамы, вот, из 10-12 лет, мне кажется, такие жесткие шрамы. Ладно, давайте так. Зато теперь ты аккуратный и внимательный. Так, а вот эти фотографии, что это такое, видим? Эти фотографии с наших мероприятий. Это же соревнования, да, на юности? Да, это был первый городской турнир дворовой игры. Так, расскажите про этот турнир. Да, как он прошел. Как выбирались? Мы, кстати, про него говорили, что он будет. Расскажите, как он прошел. Он прошел очень хорошо. Много человек было? Да. Больше 66? Конечно, больше. Да. А тот был платный, бесплатный? Нет, бесплатный абсолютно. По каким, в каких дисциплинах были соревнования? В лапте, в банках-палках, в городке, в китайском футболе, вышибалы, классики и резиночки. Китайский футбол это что? Да, кстати, мы в прошлый раз пытались выяснить, что такое китайский футбол. Теперь мы знаем, у кого об этом спросить. Как будто только, ну... Китайский футбол, все участники становятся в круг, ноги в два раза шире, чем плечи. То есть это шпагат? Ну, практически, да, там примерно так. Так, и так бегают, да? Ну, градусов в 90. И стоят. Наружной стороной ступни нужно коснуться соседа справа. Ага. То есть вот так прикасаются ступнями. Их ноги, это ворота. То есть расстояние между ног ворота, а сами ноги это штанги. Все, руками нужно забить угол. Любому участнику. Вот, это, кстати, вот эти фотографии. Почему? Да, 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 да. Вот это прямо шпагат-шпагат. Вот нож был повторять. Соседу справа и слева забивать запрещается. И поднимать мяч выше колена тоже запрещено. Так, а в чем? Надо попасть? Если вдруг тебе забивают один гол, ты убираешь одну руку. Забивают два, убираешь вторую. Забивают три. Третью. У тебя появляются руки, и ты разворачиваешься попой в круг. Ой, и тебе может прилететь. В этом, да, смысл? Да, и ты опять защищаешься, получается, два раза. А защищаешься ты руками уже защищаешься? Да. А, вот, все, я понял, я понял. То есть можно защищаться руками, чтобы не попал, да? Да. А. Интересно. Да, понятно. Потрясающе. Так, и кто победил в каких дисциплинах? Да, сколько там? Крахаля сколько взяли? Я не помню. Честно, не помню. Там были не только дворы, а были и школы. Большой Сосновой кто-то был? Нет, это же городской пока турнир. Жалко. Мы, конечно, планируем на краевой выйти в уровень, но это со временем. Ну, само собой. А знаете, самое интересное, что нас просто поддержали с этой идеей. То есть мы пришли в Орленок и говорим, а можно на вашей территории провести? Они такие, без проблем. А можно нам звук как-нибудь сделать? Да, без проблем. Мы были восхищены тем, как они идут нам навстречу. Я в вашем интервью прочитал, читай текст, что игра – это один из самых эффективных методов воспитания. Почему? Потому что в игре мы… Игра, скажем так, маленькая модель жизни. В игре можно жизнь моделировать. Как, кстати, дети реагируют на проигрыш? По-разному. А как это ведется в воспитательной беседе? Да, как вот. Конечно. Все наши мастера двора, они получали знания по основам гуманопедагогики. И по психологическим основам. Поэтому они знают, что делать в случае поры игры. Это же сложно. Вот идет игра, вот прямо азарт. И в этот момент кто-то проигрывает, и он уходит, и все. И бывает, ребенок прям замыкается. Как вот его вот в 25-ти не упустить? Это сразу стоп-игра. А у ребенка можно прямо спросить, ты хочешь прямо сейчас присоединиться, или тебе нужно время переждать? Он отвечает. То есть куратор ответит. Возвращайся через год. Знаете, у нас один раз случай такой был, лет 5 назад. Играли в лапту. И одна девочка, она такая очень была меланхоличная, флегматичная, такая спокойная. Птичек все время считала где-то. И ее команда всегда проигрывала. Вот просто всегда. А она была капитаном команды? Да, она была просто в команде. И в какую бы команду она ни попала, эта команда всегда будет проигрывать. Потому что эта девочка остается на поле, и ее обязательно осалят. Она там битой по мячу не попадала. И на нее ребята злились, злились, злились. А потом они поняли, что это ее особенность, что с этим ничего не поделаешь. И когда происходила перебежка, они просто брали ее под руки, втроем, вчетвером, и бежали с ней. Слушайте, ну это прям. Она воспитывает. Да, воспитание как это называется? Тимбилдинг. Опять же. Мы же психологи все. А что вы сказали детям? Вы объяснили или дети сами поняли? Они сами понимают. У Аманашвили есть такое понятие, как духовная общность. Когда ты находишь общий язык с человеком, то между вами формируется духовная общность, такая некоторая близость. Когда ты разговариваешь уже на одном языке, об одних ценностях. Поэтому в игре оно формируется как раз. Почему в школах у нас нет такой дисциплины? Я не знаю. Нет двора? Как это дворы в школах всегда были. Сейчас и есть все-таки педагогики, которые придерживаются гуманопедагогики. Поэтому... Ну, если что, вот можно к вам прийти. Да, друзья, добавляйтесь, давайте, чтобы было больше участников. Да, продвигайте себя, мы тоже будем. Смотрите, я добавился. Мы добавимся к вам. Хорошо. Удачи вам. Так, у нас сегодня в гостях была Екатерина Финагина, куратор социального проекта возрождения дворовой игры «Мастер двора». Желаем вам удачи, чтобы у вас было очень много дворов, чтобы мастеров становилось все больше. Да, и про гуманную педагогику, чтобы действительно наши дети были, не знаю, гуманными, счастливыми. И увидимся, видимо, когда вы уже сделаете, ну, в следующем году чемпионат края, потом России, ну и вот этот международный знаменитый чемпионат. Беннадь.